Век парусников На сегодня ежегодная потребность человечества в энергии составляет не менее 10 миллиардов киловатт. И эти потребности все время растут. В то же время традиционные источники энергии, уголь, нефть, газ, неизменно иссякают. Через несколько десятков лет их вообще не останется на Земле. И что мы будем делать завтра? Передаем стоит задача найти новое, нетрадиционное, возобновляемое и по возможности экологически чистые источники энергии. Сегодня человечество потребляет в год около 10 миллиардов киловатт энергии. И мы знаем, что энергия в теле дорожает. Прежде всего дорожает нефть. А что будет, когда через пару десятков лет все это кончится? Где мы возьмем этот гигантский запас ежегодного потребления? Придаем стоит задача освоения экологически чистых и новых источников энергии, которые, с другой стороны, и старые. Например, ветер. Один из самых традиционных источников энергии, который человечество начало осваивать еще на заре своей истории. Первой лопастной машиной, преобразующей ветер в энергию, был парус. Парусу уже почти 6 тысяч лет. Это древнее изобретение обладает наивысшим коэффициентом полезного действия среди всех известных ветроагрегатов. А на берегу человеку служили ветряные мельницы. Качали воду, вращали жернова. Пришедшие им на смену современные ветродвигатели способны вырабатывать электрическую энергию. Разработанные на новом принципе ветряные двигатели представляют собой конструкции высотой 20-25 метров и шириной 10-15 метров, где на вертикальную ось надеты изгибающиеся лопасти шириной по 5 метров. Они могут ловить ветер, дующий с любой стороны. Сейчас во многих странах стали активно использовать ветровые двигатели, которые либо вырабатывают электроэнергию, либо непосредственно приводят в действие какие-то насосы, например, как в Голландии. За рубежом довольно часто можно увидеть такие ветровые двигатели. Вот в Голландии, я говорил, их очень много. Вот недавно в Австрии я был, там тоже достаточно много видел этих ветровых двигателей. За рубежом интерес к нетрадиционной энергетике начал развиваться после нефтяного кризиса в середине 70-х годов прошлого века. На сегодняшний день, по данным Международного энергетического агентства, производство электроэнергии за счет возобновляемых источников оценивается более чем в 200 миллиардов киловатт-часов. Это около 2% всей производимой энергии, не так уж много. Причем значительную часть этой нетрадиционной энергии дают ветряные станции. Их роль стремительно растет. У нас сейчас их очень мало, честно говоря. 3-4 десятки ветроэлектростанций, и об их вкладе в энергетику страны пока говорить вообще не приходится. Еще тут момент такой, что нам, как правило, больше энергии требуется зимой, чем летом. А зимой труднее эксплуатировать эти двигатели из-за намерзания льда, там, всяких вот гололедных явлений и так далее. Это представляет собой немалую трудность, конечно. В Европе это почти отсутствует, такие трудности. Это недешево. То есть, наверное, можно просто проводить расчеты такого рода, что выгодно, где выгодно. Наверняка есть места, где это будет выгодно, тем не менее. Ну, удобнее всего ставить ветровые двигатели там, где дует ветер. Это Кольский полуостров, часть побережья Камчатки, район Дальнего Воскока, Приморья, Хабаровский край, район озера Байкал, а он славится своими знаменитыми бургузинами. Ну, было бы неправильно, наверное, умолчать и у отрицательных сторонах ветряных источников энергии. Ну, следует сразу сказать, что ветер совсем не такой безобидный и экологически чистый источник энергии, как может показаться с первого взгляда. Ветры бывают непостоянные, как мы с вами знаем, и для того, чтобы их направить и накопить эту эволюцию, необходимы большие затраты и создание специальных установок. Сильный ветер раскачивает установку и создается вибрация в окружающей почве, что приводит к очень неприятным последствиям. Жить рядом с такой установкой я бы не советовал, но известен случай, когда в штате Охайо, в Америке, создали огромную установку, 10 мегаватт. Она не больше недели проработала, потому что окрестные жители просто стали жаловаться, что жить стало невозможно, и продали эту установку по бросовым ценам 10 долларов за тонн. Оказалось, что и в шуме ветроустановки, да и в самом ветре, сильна инфразвуковая низкочастотная составляющая. Инфразвук на частоте 7 Гц, совпадающий с альфа-ритмом головного мозга, при высокой интенсивности, очень вреден для человека и способен вызывать довольно серьезные расстройства. Не случайно сейчас находят корабли в океане, покинутые экипажем. И это же предположение, что инфразвуковая составляющая урагана заставляет людей совершать безумные поступки, покидать судно, прыгать в воду. И все же проблемы, связанные с работой ветеринных электростанций, можно решить. Конструкторам удается снизить уровень шума и вибрации подбором скорости вращения электроколес. Нам нужно предоставить все усилия и присоединиться к миру потребителей энергии ветра. Первый энергетический кризис в Европе разразился в 17 веке. Во многих странах вдруг дефицитом стали дрова. Но благоразумные европейцы сумели не уничтожить свои леса окончательно. Они широко стали использовать новый источник энергии – каменный уголь. В Англии его начали добывать еще в 13 веке. Однако в 15 веке английское правительство запретило пользоваться углем ввиду зловонности этого вида топлива. А во времена правления королевы Елизаветы I было запрещено сжечь каменный уголь во время парламентской сессии. Он якобы портил здоровье депутатов. Так что продвижение новых источников энергии всегда было связано с трудностями. Использование энергетических ресурсов – один из показателей уровня развития цивилизации. И тут мы впереди планеты всей. Уж как мы их расхищаем, так сказать, можно и не говорить. В то же время оценки их традиционных запасов – нефть, уголь, газ – сводятся к довольно пессимистическим прогнозам. Их хватит максимум на 100 лет, а может быть и на меньшее количество времени. И в это число входят все существующие разведные запасы. А что такое 100 лет, даже 200 лет для человечества – это мгновение. И нужно думать о том, что же будет дальше. Возможных путей освоения ядерной энергии. Природных ресурсов хватит, так по всем оценкам, на порядка тысячи лет. Потому что использование быстрых нейтронов и урана 238-го, и тория затем – это огромный ресурс. И за это время вполне уже может быть освоена термоядная энергетика с ее уже практически бесконечным ресурсом. Самое масштабное использование ядерной энергии до сегодняшнего дня – это атомные электростанции. Они производят до 17% электроэнергии от всего мирового производства. Причем есть страны, где доля атомной энергии составляет 3 четверти. Это Франция, например. В Швеции – 50%. В Америке – около 20%. В России – 16,5%. Второе очень крупное использование – это подводный атомный флот. Атомные подлодки – это совершенные машины. Целое поколение атомных реакторов, установленных на них, доказали свою высокую эффективность. В то же время, когда они гибнут, мы все дрожаем. В российских реакторах для атомных подводных лодок сделано столько, сколько атомных электростанций во всем мире. Так что здесь построена такая промышленность, которая работает на конвейере. Вообще-то она идеальна. Если бы нам удалось создать в будущем такую атомную промышленность по производству атомных электростанций, то, наверное, это был бы действительно выход из положения и существенно уменьшилась бы цена атомных станций. Прекращение военного противостояния супердержав может вызвать для энергетических нужд новое значительное количество обогащенного топлива. Главное, должна быть продумана стратегия использования ядерной энергии, которую укладывал нормальный экономический цикл нашей жизни. Ядерные источники энергии практически неисчерпаемы, а спектр использования величайно широк. Мне, как геологу, сразу приходит на память применение изотопов для определения абсолютного возраста горных пород. Но наиболее популярны два других аспекта. Во-первых, использование ядерной энергии в медицине. Это очень широкий спектр возможностей от диагностики сердечно-сосудистых заболеваний или заболеваний почек до прямого лечения онкологических заболеваний разного рода опухолей. И, наконец, в арктических морях, как ядерное топливо для ледоколов. Мне много лет пришлось работать в арктических морях, и прямо на моей памяти происходила смена разных поколений ледоколов, от старых угольных ледоколов до атомоходов последнего поколения, которые могут плавать целый год без дозаправки и не создают экологические опасности для окружающей среды. С точки зрения загрязнения окружающей среды, он дает нулевые загрязнения. Поэтому для освоения Арктики это, конечно, идеальный способ использования атомной энергии. Проблемы использования ядерной энергии стоят прежде всего в том, что демонтаж отработавших энергетических реакторов, захоронение и утилизация ядерных отходов связан с большими финансовыми затратами и риском для жизни. Сюда же можно отнести всеобщий страх ядерных катастроф, вызыванный авариями на атомных электростанциях. К сожалению, были даже такие крупные катастрофы на американской атомной электростанции Тремайл-Айленд, и, конечно, самая крупная авария это наш, Чернобыль. Ни одно из природных не является экологически чистым. Даже солнечным. А уж если говорить о ветре, то вы знаете, что он производит и шум, и много всего отрицательных факторов. Если вы говорите о газе, то даже газ экологически нечистый, поскольку следующая проблема возникает. это барняковые газы, СО2 и глобальное потепление. Поэтому каждый источник имеет свои неприятности. на смену дровам и углю пришли нефть и природный газ, которые к 60-м годам заняли место главного источника энергии. Эра нефти дала толчок к интенсивному развитию экономики. С 1950-х по 70-е годы количество производимой на планете энергии почти утроилось. Потом, каждые 13 лет, потребности в энергии удваивались. Нефть и газ – главные энергоносители современного мира. Но их запасы не безграничны. Один из существенных источников энергии на сегодняшний день – это и бытовой мусор. Это то, что человечество накопило за многие столетия. Если его сжигать, то тоже можно получить довольно много полезной для нас энергии. Кроме того, что мы еще и экологию улучшаем. Сегодня при сжигании мусора остается много золы. Однако плазменный способ предположительно позволит нам избежать накопления этой золы. Он более экономичен и более, я бы сказал, экологичен. И быстрее будет перерабатываться любой мусор, включая ядерные отходы. У нас пока эти установки используются для сжигания вот того радиоактивного мусора, который получается в результате, когда на станциях или где-то еще. Вот здесь, в Радонии, под Москвой, такая установка у нас несколько лет работает уже. Но сейчас мы кончаем строительство в Израиле станции, которая плазменной, которая просто работает около Хайфа на нормальной свалке муниципальной. Как говорится, спрос рождает предложения. И вот ученых подталкивают к открытию новых источников, причем в самых неожиданных местах, где можно найти источник энергии. В начале прошлого века физики разделились. Кто-то занимался ядром, не понимая направления элементарных частиц, кто-то занимался теорией поля, непрямая теория твердого тела. И возникло третье направление в ядерной физии. Это так называемый холодный синтез. Создалась такая ситуация, что ядерная физика рассматривала ядерный процесс изолированно. Рассматривая все системы как закрытые, не взаимодействующие с окружением. И поэтому понятие повторяемости, которое в стандартной науке занимает принципиальное, как такое базисное понятие. Оно верно, но оно верно для закрытых систем. А оказалось, что вот тот холодный синтез, о чем я говорю, это открытая система. И, безусловно, стандартную науку это и должна была отвергать. Нет такой энергии. Нет такой энергетики. Просто ее нет. Говорить могут кто угодно, но не ученые. Такой энергетики нет. Теории такой не существует, потому что теория должна совпадать с экспериментом, если это правильная теория. Тем не менее, работы в этом направлении ведутся. Это, конечно, совсем новая технология и экологически чистая энергетика. Представьте себе, у вас в подвале, в доме или на столе просто стоит маленькая установка. Вам надо обогреть дом, вы нажимаете кнопку и все в порядке. От такой же установки можно зарядить батареи ваших мобильных телефонов. Они могут служить годами, десятилетиями. Благодаря чему может произойти этот качественный скачок в нашей жизни, вам сейчас объяснит профессор Фангиль Гореев. Скажем так, теории холодной синтези нету, как таковой. Теории нету, но есть модели. Мы привыкли считать, что ядро изолировано, не зависит от атомных, например, окружения. Но это не так, не сделали такой эксперимент. Они содрали, выдрали, взяли, удалили все электроны, и ядро осталось голым. То есть это уже не атом, а голое ядро. И тогда скорость радиоактивности, то есть превращение рения в осмей, изменилось на 9 порядков. Вы представляете, на 9 порядков. Ни разы, ни проценты на 9 порядков. Это означает, что во всяком случае в слабых взаимодействиях влияние атома на ядерный распад огромный. Похоже, что в ядерной физике начинается новая революция. Но я думаю, что не стоит обольщаться по поводу революции вообще и в ядерной физике в частности. Потому что теории холодной синтеза пока что нету. Кстати, как нет и теории термоядерного синтеза. А есть только эксперименты. Причем, если это все на уровне экспериментов, то очень важна повторяемость этих экспериментов. А повторяемость довольно тонкая штука. Так что нам еще предстоит много поработать в этом направлении. Многие века люди с недоверием относились к преданию о том, что флот римлян-сиракузов по совету Архимеда был сожжен лучами солнца, которые отражались от зеркально отполированных щитов воинов. В наше время эксперимент Архимеда был повторен при помощи металлических зеркал. В 1878 году на Всемирной выставке в Париже француз Мишо демонстрировал паровую машину, в которой нагревателем служила параболическое зеркало. В 1912 году в Соединенных Штатах построили гелиомашину мощностью в 100 лошадиных сил, где развивается температура до 3500 градусов по Цельсию. Из тех возможных преемников, которые может перехватить эстафету у традиционной нынешней энергетики, наиболее привлекательной выглядит энергия Солнца. Она экологически чиста уже потому, что миллиарды лет поступают на Землю и все земные процессы с ней связаны. Поток солнечной энергии люди просто обязаны взять под свой контроль, и максимально использовать, сохраняя тем самым неизменный уникальный земной климат. У солнечных электростанций имеют целый ряд преимуществ сокращения стоимости электроэнергии, близость подачи к потребителям, сбережения продуктивных земель. Можно ли накапливать вот в доме? Можно. Можно накапливать в доме. Как это делать? Один путь очень-очень простой. И он реализуется уже. Потребитель, вот скажем, я имею свой... У меня нет такого домика, но предположим, я имею домик, на крыше у меня установлены солнечные панели. Они ориентируются на солнце или не ориентируются, это уже вопрос технический. Если ориентируются, то больше энергии я собираю. Я эту энергию превращаю в электричество, избыток энергии я могу куда-то отдать. Это самый простой способ. Почему? Потому что накапливается в общем резервуаре, как он реализует, это другое, другое. И я думаю, что это самый простой и самый выгодный путь. Но у солнечной энергетики свои проблемы. Дело в том, что средний поток радиации, поступающий от Солнца на поверхность Земли, достаточно слаб. Он зависит от времени суток, сезона года, погоды и многих других вещей. Чтобы усилить поток солнечной энергии, надо собирать при помощи солнечных батарей. И вот тут-то появляется большой минус, потому что для производства одной из самых эффективных солнечных батарей необходим арсенит галлия, соединение металла с мышьяком. А это яд. И получение этого вещества в больших количествах, конечно, вызвало бы резкий рост загрязнения природной среды. В 60-е годы прошлого века ученые впервые обнаружили, что от Солнца, кроме солнечного света, распространяется еще и весьма ощутимый поток материальных частиц. Потом уже установили, что это ядра, лишенные электронной оболочки. И вот этот поток с огромной скоростью, распространяющийся в окружающий Космос, получил очень красивое название солнечного ветра по аналогии с обычным ветром. Солнце нагревается до температуры миллионы градусов. И разогретый поток солнечного ветра достигает огромных скоростей, иногда тысячи километров в секунду. Он заполняет все пространство от Солнца до планеты и напоминает течение разогретого газа из сопла ракетного двигателя. В этом потоке частиц, которые идут от Солнца, есть изотоп гелия, гелий-3. Этот гелий-3 попадает и на Землю. Но потом он на Земле куда-то улетучивается, но попадает и на Луну, например. На Луне он вбивается потоком других частиц в поверхность, вот в структуру твердой поверхности, в реголит, и накапливается с течением времени. Теперь физики говорят так, что гелий-3 очень интересный изотоп. На нем потенциально, опять же, потенциально на бумаге, можно сделать более эффективную ядерную реакцию для какого-то будущего реактора. Это хорошая идея. Ее следует прорабатывать. Но только надо иметь в виду, что если сегодня для того цикла, который мы сейчас прорабатываем, для термоядной энергетики, когда мы используем тяжелый изотоп водорода, нам нужна температура в 100 миллионов градусов, здесь нам температура нужна. В несколько раз больше. Поэтому с точки зрения сегодняшних физических принципов, мы еще довольно далеки для того, чтобы создать такие устройства, в которых вы можете с выигрышем энергетическим получать энергию из гелия-3. Ученые считают, что можно использовать еще один источник энергии, идущий от Солнца. Это световое давление. Надо сказать, что это не солнечный ветер, о котором мы говорили ранее, а именно давление солнечного цвета, которое действует как на газовые тела, так и на твердые. Сегодня учеными Института космических исследований подготовлен эксперимент с так называемым солнечным парусом, который сделан в виде восьми лепестков, поворачивающихся вокруг своей оси. Раскрыв солнечный парус, можно проконтролировать, где от света мы получаем дополнительные приорачения скорости. Это позволит изменять траекторию полета космического аппарата без всяких дополнительных затрат дорогостоящего топлива. Вот она идет солнечная энергия в виде света, падает на поверхность, частично поглощается, частично отражается и возникает дополнительное давление. Такое механическое давление. Мы чувствуем эту силу. Пускай слабая сила, но она есть. Пускай эта сила маленькая, но если она действует постоянно, долго, то тогда результат действия это маленькая сила нужно умножить на время. Если времени у нас много, то тогда получается превращение огромное. Пример фантастический. Вы знаете, расстояние к звездам измеряется десятками световых лет. Это значит, что аппарат до него должен лететь со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а то и больше. Таких ракет сейчас нет, но есть потенциальная возможность разогнать космический аппарат. Вы берете космический аппарат, раскрываете на нем парус. Вначале парус работает от Солнца, но дальше световое давление конечно падает, а если на орбите Земли существует огромный лазер с огромным зеркалым концентратором, этот лазер мы направляем на этот парус, и он сейчас способен сотни миллионов лет ускоряться. И такой аппарат может долететь до звезд за разумное время до того, как его экипаж отбросит коньки. Итак, друзья, мы с вами ясно увидели что не существует на сегодняшний день одного единственного источника энергии, который стал бы панацеей, который один бы заменил нам все существующие источники для обеспечения всех наших потребностей. Как всегда, мы должны сейчас выбирать из того, что есть, причем не из того, что лучше, а из того, что может стать наименьшим злом. Но я думаю, к такому выбору нам особенно в России не привыкать. В то же время нам придется выбирать таким образом, чтобы в будущие годы эти источники энергии не нанесли заметного вреда ни экологии, ни нам самим. Аэропорты вымрут гирижабли, неторопливый образует флот. Последняя соляровая капля растает в бездне океанских вод. И снова мы услышим, как когда-то среди внезапной этой тишины негромкое скрипение каната и громкое дыхание волны. Негромкое скрипение каната и громкое дыхание волны.